Галакси Рейдерс Адвенчер Блэк Визор Галактические Рейдеры Черный Визор Мы остановились на том, что ракеты Вот там запускается Какая-то часть потери Четверть или половина ракет Вообще никуда не попадет Ну, немножко михоустойчивость Как мы сейчас разговариваем огласить Что михоустойчивость Например, было, допустим, ракеты 25 А добавили еще 25 Но с 50 михоустойчивость Ну, РЭБ Потому что в космосе тоже кажется Пустой, но на самом деле Ну, электронную Или как мы скажем Фотонно-электронной Ну, волна Электроволна Есть Ну, слабенькая, но она влияние есть А данные И там, так же само может Влет На предшественную ракет А торпеда не Одна торпеда налево запускает А другая направо И они как радиальное входят А там где-то сходятся То есть, слева-справа А где-то Облетают Каждый по своей духе Где-то Должны Слететь на корабле На каком-то Тогда Больше шансов, что их Ну, типа Одна хотя бы Попадет А прямые запуски Только Перпендикулярно Но так сложно попасть Перпендикулярно Максимальный Урон Ну, и Максимальный промах Одновременно Больше Ну, то есть, она Не задаем каким-то там быть Или с кого-то Чтоб она Попадала Ну, на самом деле Попадает Мастер-бас Не странно Ну, кто Канонерские Тяжелые вооружения Ракеты Они тяжелые Но на полутяжелые вооружения Они тяжелые Ну, бывают Какие-то Специальные виды Ракеты На ракет Будет Допустим Выпустить Одну торпеду Пару ракет То есть Две торпеды Или четыре ракеты Если знать, что Заранее, что Одна торпеда попадет Или пара ракет Ну, может из торпед Не одна не попадет А из ракет там Две или одна А может И три Но с торпедой Не так сложнее Космоторпеды И из-за этого Стратегия Персона строит Куда им подвязаться Что он Залез, допустим В поле какое-то Астероидное Поставил сферобазу Ну, да У Титана Там Плюс двенадцать Или даже Плюс шесть Ну, максимальная Да, считается Потому что Тау Титан плюс четыре При производстве А три Тенгрейде Ну, рыцарские Грейд Ну, это Тёмные лорды Теней Не знаю Стелс лорды Ну, академии лордов Всей академии Достаточно много Что и понемногу Грейдят Типа вот эти Для баз Ну, можно на базе Кто-то Тен тот Может на своей базе Артефакт Обладать Чтоб самому не находиться Создать артефакт Персональный Ну, и уже Она будет Грейдить Там, до плюс шестнадцати Плюс четыре А у неё тень МК-4 Теневое Будет Плюс шестнадцать На четыре Множить на четыре Шестнадцать То есть, можно восемь Двенадцать Шестнадцать Ну, нельзя какие-то другие варианты То есть, восемь У него восемь При Грейде, например Красной Бронёй Ну, какое-то Дополнительное Вплавление То есть, тяжёлой Красной Бронёй Даст, например Золотую броню По сути Для золотой Надо ещё там Золото Собирать А вот эти Местеродные поля И позволяют Собирать Ну, там Мастер-бластеры Рубины и зубы Охотятся А тут уже идут Добрения Алмазы Или там Сапфиры Которые уже искусственно Там дорабатываются Доплазное вооружение Ну, доплазное Это жёлто-эфирное Такое Или золото-оранжевое Оранжеватое Ну, полутяжёлое Оно считается Галакским Хоть и искусственным А Галакси Они То есть Всё В основном Все эти Тяжёлые Лазеры Хорошие Хорошие Пушки Их Турболазеры То есть Следующая стадия Это же Бластеры Ну, которых особо нету Но разрыватель Как Довастатор Ну, Довастатор разрыватель И опустошитель Там пиратский Вообще И чем они выражаются Ну Красные Мастер-бластеры Тяжёлые Тяжёлые И вот этот Эх Накопитель Ну, в астероидных полях Надо несколько астероидных полей Тяжёлых Базу Лучшее место поставить В этом Тяжёлых И поставить не на стелс А надо Чтоб стелс Это поле даёт стелс А стелс Целое поле Чтоб Бывает она технология Тени Заксова И Закова То есть То, что Сорок До Сорок Защиты Прינас Защит И ста Сорок Проценты Это Это Ничё не означает Это Может быть Там Какой-то Анжел Трэзр То С�ку above но он не горала, он прожил 20, и плюс 20 ГБМ, потому что у него там сущность есть, он полярная, 20, плюс 20, 40. То есть если МК-2 отдает, ну класс МК-2, отдает 40. Но это не Тенезакшевская технология, она не даст, не Косков. А цена 40-го, ну то есть, ну должно быть где-то 400 миллионов стоить, галаксов на золоте там. Ну один только этот генератор для защиты. Это для корабля, а для базы, чтобы такую базу покрыть, это за 4 миллиарда. А таких денег нету. Денега взять. Это теневая сторона, он тень только дает, он обратно возвращается в 400 миллионов. и уже ЗАГСов. Ну или теней ЗАГСов. Почти по сути как, если вампир там 300-400 миллионов стоит, как корабль стоит один только генератор. И тогда он даст, если по технологии стелс, тогда он даст стелс. А в других, ну это базу мы накрыли, а в других надо астероидные поля, которые разрабатываются, большой астероид, например, пробурить, и тогда в нем создается база какая-то. Ну, которая выборена. Специально астероиды, как для выборки. Подбирайте, чтобы оно еще под базу подошло, и там может дроны быть, или там файтеры какие-то храницы. Ну, базу сфера файтера добавляют. Сфера файтеры, хард файтеры и дрон файтеры. Дрон файтеры это не дроны. То есть, дроны сами это как роботы. Андроиды. Летающие. По сути, ну он не чистый андроид, он. ЛТД он, андроид, ЛТД. Потому что андроид это как уже уровень пилота там. Голд, сетки три пилота. Который будет пилотить. На корабле, ну вместо персонажа. Конечно, персонаж может, ну не покупать, например, дроны. Пилота андроида. Да, это уже дорого. Ну а сколько он может стоить там? Три миллиарда, наверное. Ну дорого. Ну, галаксы самые дорогие. То есть, триллиарда галаксов это может быть, Ну, как там, тридцать, ЗАГСом там. Горозок просто так. Оно не считается. Оно считается от потребностей. То есть, секторов. Галактических. А купить, например, какую-то. Вот у меня навигация есть у персонажа. Купить под навигацию какие-то дополнительные. Артефакты, строить их. Путь управления себе на корабле. Но не будет заменять, например. Навигация будет летать вместо Пилота. Но это его отпечаток. То есть, его возможности вложены. То есть, система какой-то не... Ну, допустим, у него второй Класс навигации. Ну, дальний космос. Близний, дальний И глубокий космос. Он дальний, например. Он берет второй класс навигации. И создает виртуально Капитана второго уровня. И тот будет управлять. Ну, это виртуальный, внутри компьютерский. А Android имеет больше шансов. То есть, ну, пусть же себе надо, если на другой корабль перейти, а кто этим будет управлять. Или на артефакты переставлять. Ну, желатой Android, он, например, летел на корабле, и даже такой пилот может перепрыгнуть на другой корабль. А не надо переустанавливать, потому что, ну, надо по определенной тип корабля делать определенные установки пилотирования. Next.